Воскресенье на очень важную тему на тему избрания Спутника Жизни. Поскольку, как я уже в прошлый раз говорил, меня не раз спрашивали, братья, которые намерены жениться, но они бы хотели это сделать правильно. Ну и я думал, это предложить как-то в узком круге, в каком-то другом, значит, общении, но потом все-таки принял решение, если мы об этом поговорим, воскресное служение. Потому что это будет всем нам полезно. Потому что я бы хотел еще и другие темы затронуть. Я думаю, это в последующие тогда служения. Ну а сегодня я бы хотел говорить о избрании Спутника Жизни. И для тех, кто уже женат, вы можете из этого извлечь для себя полезное, особенно если у вас дети как раз именно в таком возрасте, которые задают себе этот вопрос, об этом молятся, вы можете им в этом помочь. Может быть, внуки, если в нашем собрании есть молодежь, которые думают, ну, я еще могу повременить, и вам будет полезным об этом услышать, потому что оно когда-то и вам пригодится. И дети, и вам это может пригодиться. У вас хорошая память, и то, что вы сегодня услышите, может пройдет десять лет, у кого-то может быть даже больше, и вы встанете перед этим вопросом. И будете думать, как хорошо, что брат Виктор тогда еще об этом говорил, а теперь я могу об этом вспомнить и в моей жизни использовать. Вы знаете, мы находим на страницах Священного Писания в первой книге Моисея, когда Бог сотворил все, Библия говорит, Он сотворил Адама. И вот когда уже был сотворен Адам, Бог посмотрел на все это, и сказал, не хорошо быть человеку одному. и сказал, что это не хорошо, что человек человек одному. Он сотворил ему, или помощника, соответственного ему, и Бог сотворил Еву, и Бог сотворил Еву, и она ему понравилась. И она ему понравилась. И она ему понравилась. Я думаю, не потому что она была единственная, по образу и подобию Адама, но я думаю, что она нравилась глазам его, но я думаю, что у него были чувства, ну и так далее, хотя Библия не вдается в подробности, но я бы хотел обратить внимание на одну вещь, что Адам не просто самостоятельно предпринимал эти решения, но в этом процессе проявлял еще инициативу сам Бог. Это, братья и сестры, первостепенно в нашей жизни, когда мы приступаем к этому вопросу. Братья и сестры, это первое, что мы должны делать, когда мы Бога исключаем и волю Божью исключаем из собственной жизни, то мы не можем рассчитывать на полную гармонию, на счастье и так далее. Это действительно так. Но когда мы Бога приглашаем в нашу жизнь, и просим, чтобы он руководил в избране нашим, чтобы он открыл нам глаза и уши, чтобы он расположил наше сердце, чтобы он мог контролировать или помог нам правильно анализировать ситуацию и личность, чтобы он помог нам. Братья и сестры, мы, учитывая все это, братья и сестры, если мы все это, мы имеем право рассчитывать на Божье содействие, то мы имеем право рассчитывать на Божье содействие. Ведь и сам Христос сказал, что мы имеем право просить, и даже просить так, чтобы никто об этом не знал, и даже так попросить, чтобы никто об этом не знал. И из уст Иисуса Христа мы видим, что он даже этому рекомендует или это предпочитает. Из муны Иисуса Христа мы видим, что он даже это предпочитает. Ты можешь это делать в тайне, молиться к Господу и просить Бога об устройстве твоего семейного счастья. И все равно кто ты, парень или девушка, мужчина или женщина, Бог сказал нехорошо быть человеку одному. Бог сам об этом засвидетельствовал. И это придает нам уверенность и дерзновение в этом направлении молиться и в этом направлении двигаться. И это дает нам свободный муд, нас в этом направлении и в этом направлении молиться. В позапрошлую субботу мы имели здесь брак. И об этом свидетельствует этот стенд, который еще не убрали. И это было неумышлено, но оно так получилось. Произошла некоторая задержка, и я думаю, что она хорошо будет ассоциироваться с этой темой, о которой мы сегодня говорим. Бог сказал нехорошо быть человеком одному. Итак, первое, братья и сестры, многое зависит, как уже брат Эдик в первой проповеди говорил. Когда мы желаем быть счастливыми, братья и сестры, я говорю о настоящем счастье, о полном смысле этого слова, о обетованиях, которые имеют настоящее и будущее счастье. И это мы можем найти в настоящем общении с Богом. Мы ограничены в нашем познании, в наших возможностях, братья и сестры, но Бог всеведущий и знающий. То, что будет с нами через десятки лет, Бог знает в совершенстве так, как это было бы сегодня. И Он знает, что для тебя хорошо и что плохо. Он знает, какой груст для тебя, по силам и сверх твоих сил. На это обращает Бог внимание. И учитывая наши возможности, предлагает нам свои услуги. Поэтому это очень важно, братья и сестры. Как мы общаемся с Господом. Как мы общаемся с Господом. Кто Он для нас и кем мы являемся для Него. Кто Он для нас и кем мы являемся для Него. Скажется положительно или отрицательно в нашей жизни. Об это позитивно или негативно в нашем жизни. Теперь, значит, на что я бы хотел еще обратить внимание, я буду говорить так, знаете, ну, последовательно. Вы знаете, иногда молодые люди делают ошибки в своей жизни. Что касается приоритетов и последовательности. Поэтому я бы хотел расставить эти приоритеты и в правильной последовательности. Особый приоритет, мы говорили, это, значит, молиться об этом Богу. Второе, вы знаете, я бы хотел говорить сейчас о, значит, наших чувствах. Я имею в виду теперь, когда мы даем волю нашим расположениям. Когда мы даем волю нашим расположениям, которое перерастает потом в любовь. И я бы хотел поговорить о нашей рассудительности. Об этом хотел и просто их сопоставить и все-таки поставить их в правильной последовательности. Когда мы об этом не знаем и не можем это контролировать, мы можем в нашей жизни разочаровываться, делать ошибки и потом задавать Богу вопросы. Вы знаете, обижаться на тех, с кем бы мы хотели соединить нашу жизнь. Ну и так далее. Отчаиваться. Во избежание этого, братья и сестры, я предпочитаю рассудительность поставить выше, значит, нашего расположения, наших чувств, чтобы наши чувства, наши расположения были осмыслены, чтобы мы по жизни не были слепы и руководствовались просто чувствами, а потом разочаровывались, стоит обратить на это внимание. Прежде всего, давайте мы поговорим о рассудительности. И когда это будет соответствовать Слову Божию, если это будет соответствовать нашим представлениям, нашему Анализу, так скажем, совмещенной опять-таки с молитвой, с исканием воли Божьей, и если это будет соответствовать, тогда мы можем дать волю нашим чувствам. Почему я об этом говорю? Вы знаете, чувство, которое перерастает в любовь, она начинает контролировать человека, она иногда делает человека слепым, она иногда вводит человека в такие обстоятельства, когда начинает чувство воевать с разумом, даже, ну так скажем, с нормальными нравственными качествами человека, даже с простыми вещами, которые морально хороши, и человек понимает, что это ненормально, но он не может собой овладеть, потому что дал волю своим чувствам, но они были противозаконны, но ведь не секрет, братья и сестры, в настоящее время, в настоящем обществе, люди могут влюбляться в кого угодно, доходят до глупости, до нарушений правил, разрушаются семьи, люди, которые не имеют права делать какой-то в этом направлении шаг, но нарушая все делают, только по той причине, что они видны чувства, и называют это любовью, то, что слово Божье называет преступлением, за которое Бог будет спрашивать человека, поэтому мы, христиане, предпочитаем, прежде, нежели нам предпринимать какие-то решения, и делать это уверенно, а нам надо это проанализировать, взвесить, и прежде всего, конечно, братья и сестры, мирилом всего этого является Слово Божье, Слово Божье говорит, к примеру, не подставляй плечо под чужое гермо с неверным, а я бы хотел вот здесь именно поговорить о разных интересах, когда верующие и неверующие, скажем, ну, создают семью, чего Слово Божье не рекомендует, но Библия говорит, чтобы брак был в Господе, но когда человек говорит, ну, я ее люблю, и переступает это, то, конечно же, потом не стоит удивляться, когда христианская сторона говорит, меня тянет на служение, а не христианская сторона говорит, а меня тянет на дискотеку, разные интересы, разные взгляды на жизнь, создают семью, рождают детей, и дети, они земляют, и będą дети geboren, они желают их воспитывать в божественных, скажем, ну, интересах, так как Бог это завещал, прививать детям свои христианские нравственные качества и образ жизни а другой говорит зачем это ему нужно сегодня люди вот так живут понимаете и начинаются проблемы которых могло бы не быть поэтому слово Божье говорит не подставляй плечо по чужой ермо я думаю вот молодежь которые совсем молодой наверное не знают что такое ермо и мой возраст по-видимому тоже может быть за исключением некоторых не имел дела с этим но я думаю поколение наших родителей они имели с этим дело когда ермо это такой предмет в который запрягают двух обычно валов значит и к этому ермо прицепляли плуг или телегу и эти валы должны были перемещать этот груз или тянуть этот плуг и вы знаете конечно слово Божье говорит о равномерной распределенности обязанностей в семье но представьте себе запрягите двух валов у которых разные направления и если бы они имели интересы разные интересы если бы они были по-разному активны кто-то тянет а другой тормозит вот что-то такое слово Божье говорит это не хорошо будет для вас и рассудительный человек понимает это и человек который думает он понимает поэтому на это стоит обратить внимание и Библия советуя это говорит это все я вам говорю говорит Господь особенно в Ветхом Завете чтобы вам было хорошо далее вы знаете иногда а в нашей жизни мы имеем разочарование еще по той причине что мы неправильно оцениваем себя и нашего партнера я так скажу предполагаемого партнера поэтому об этом пункте я тоже хотел бы поговорить правильная оценка иногда так говорят ишь какой ну я договорю мысли и потом переведешь смотри-ка сам-то три ойра не стоит а на десятку смотрит это образно и очень часто такое происходит но когда приходит разочарование то даже и не понимает почему я помню один брат долгое время не мог найти себе невесту и та не так и другая не так и третья не так и катался был во многих местах и я как-то ему сказал ты почаще смотри в зеркало и я бы ему сказал шау эфтерс в зеркало ну и вот соответственно тогда ищи себе тогда будет меньше разочарование ведь если мы на что-то претендуем братья и сестры мы должны оставлять за нашим предполагаемым партнером тоже право и на это не обижаться когда мы делаем ему предложение и он говорит или она говорит нет обычно она и он говорит или она говорит нет и он говорит нет и нельзя нам обижаться и мы не можем так же не обижаться тот и другой имеет равное право и мы не имеем право обижаться на Бога но нам надо это учитывать мы должны это учитывать правильная оценка братья и сестры что еще я бы хотел значит упомянуть здесь не обходимо друзья помните еще и о том чтобы тоже у нас не было таких знаете ну неожиданностей если так можно сказать да сви доран дейкен даст из кайна и поражение в выборе партнера надо учитывать еще эти вещи и да венге он лимит я лимит партнер из какого рода тот или иной человек я не хочу сейчас ну как говорят по немецки кому-то цуна третен я хочу сказать что все мы индивидуальные личности и в основном все-таки наше формирование зависит от нас самих но опыт жизни говорит наблюдения говорят и даже слово Божье об этом говорит что мы все равно унаследуем от наших родителей прародителей многое мы формируем наших детей и они уходят в семейную жизнь уже с определенным наследием оно так есть может кто-то будет возражать и я был бы рад если в твоей жизни это было бы исключением если ты думаешь о негативном прошлом потому что и слово Божье говорит кто во Христе тот новая тварь и всех под одну мерку мерить нельзя и всех под одну мерку мерить нельзя потому что ну не неправеден Бог но поскольку мы являемся людьми имеем определенные немощи мы должны это учитывать я теперь не помню на каком языке дети я теперь не помню на каком языке дети в прямом переводе переводятся копии и это так братья и сестры заметьте если папа или мама художник то обычно это кому-то из детей передается то обычно бывает что-то от дедушки или от бабушки если родители или прародители музыканты то обычно оно передается если человек будет в этом направлении проявлять скажем активность интерес то из него что-то может получиться если он певец или кто-то другой то братья и сестры обычно он может это передавать при конечно наличии желания и максимум усилия я вот об этом хочу сказать и если ты это просмотрел если ты это учел ну кого мы сейчас возьмем вот допустим брат Артур тут сидит брат Данил брат Андрей и брат Саша это молодые братья они еще все холосты и вот слушая меня они когда-то будут анализировать по слову Божью нет никаких противоречий я молюсь Господу я учитываю то другое и теперь стоит вопрос вот что же мне делать это будет так скажем одно из последних это будет так скажем одно из последних Бог дал нам так скажем ну говорят визуальное представление не все имеют может так скажем в совершенстве это но когда я рисовал проект этой церкви как бы я хотел чтобы она выглядела что я хочу что я хочу выразить когда люди будут приходить в этот дом на что оно должно быть похоже и соответственно этому делал чертеж я знаю что в нашем собрании есть люди которые могут красиво рисовать я не могу так рисовать и думаю что они имеют ну гораздо лучше представление чем я и они могут это изобразить на ткани на полотне на бумаге вот я говорю теперь о представлении давайте мы просто представим себе я говорю как я это делал когда мне моя жена теперешняя жена понравилась и я вот так прошел по этим всем критериям но вот вы знаете ну я не нашел никаких противоречий я так представил ее рядом возле себя сидящей конечно и вот вы знаете или ходящей со мной в присутствии в присутствии ее семьи моей семьи как вот могу я себе представить ее своей женой могу я учитывая подтверждение мною до этого предполагаемого. Я не нашел ничего отрицательного, которое говорило бы против. Я теперь удивляюсь, мне было тогда 21 год. Я беседовал с моим близким другом. Он был старше меня, но еще был холостой. И он меня спрашивал, а как ты знаешь, что это от Господа? И я ему об этом говорил. И я говорю, последнее, вот что еще осталось? Я теперь молюсь Господу, чтобы если это не от Бога, Бог может что-то поставить препятствием. И это будет просто сверх моих возможностей. И одно из них может быть таковым. И я сделаю ей предложение, а она скажет нет. А я же ее не могу заставить. Тогда я буду знать, ну, Господи, значит это не твоя воля. Ведь все, что я мог сделать, я сделаю. Ведь я же за это молился. Я же за это молился. По моим представлениям, ну, мы так хорошо подходим. Мы тогда как-то, ну, с братом ее мы пели в одной группе. Я был музыкантом, играл. Я был музыкант, я была музыкантом, я там играл. И брат ее, брат Паул, пел. Ее брюда Паул она иногда с братом своим пела. Она иногда с братом своим пела. И вот вы знаете, я так запоет, и думаю, как хорошо было бы, если бы она была моей женой. И когда она песня, я думала, как хорошо, как бы она была моей женой. Может быть, мы бы с ней спелись. Vielleicht бы мы с ней и спели. Понимаете, все как-то шло в руки. Как-то, ну, мне нравилось, вот подумаю, мечтать даже нравилось об этом. Мне hat es gefallen, wenn ich darüber nachgedacht habe, sogar zu träumen hat mir gefallen. И я понял. Und ich habe verstanden. Нет никаких препятствий. Es gibt keine hindernisse. Что мне остается делать? Was fehlt noch zu tun? Ждать. Zu warten. И вы знаете, сколько я ждал? Und wisst ihr, wie lange ich gewartet habe? Две недели. Zwei Wochen habe ich gewartet. За две недели я созрел. In zwei Wochen bin ich reif geworden. До того, что уже спать не мог. Kam dann schon so weit, dass ich nicht mehr schlafen konnte. И тогда я пошел к служителю церкви. Ich bin dann zum Diener in der Gemeinde gegangen. Und ich habe gesagt, ich möchte Irina einen Antrag machen. Das war dann... Он был присутствием. И что вы думаете? Und was denkt ihr? И я говорил сам себе. Говорил сам себе. Und ich habe zu mir selber dann gesprochen. Victor. Victor. Постарайся держать свои чувства. Versuche, deine Gefühle zu zügen. Как говорят им Цаум, да? Под контролем. Dass du sie unter Kontrolle hast. Потому что ты можешь получить нет. Weil du ein Nein auch bekommen kannst. Еще нет гарантии. Es gibt noch keine гарантии. И я себя так настроил. Und ich habe mich so eingestellt darauf. Хотя это было тяжело, но я настраивал себя умышленно на это. Obwohl das schwer war, aber ich habe mich bewusst darauf eingestellt, чтобы потом не переживать кризы. Dass ich später nicht in eine krize falle. Как некоторые говорят, свет клином сошелся. свет клином сошелся. По-русски говорят. So wie in Russisch gibt es so ein Sprichwort das Licht ist in einen Kegel zusammengekommen. Ja. Почва уходит из-под ног. Die Erde geht unter unseren Füßen weg. Человек не теряет ориентир, не знает, что делать. Der Mensch verliert die Orientierung und er weiß nicht, was er tun soll. Это бывает, когда мы чувства впускаем вперед, а рассудительность приходит напоследок. So etwas geschieht, wenn wir unsere Gefühle vorlassen, aber der Verstand kommt erst viel später. Ja. Ну и как вы думаете, was meint? Ну результат очевиден. Я теперь говорю, как человек, который прожил со своей женой 27 лет. Das Ergebnis ist jetzt sichtbar. Ich spreche wie eine Person, die schon 27 Jahre mit einer Frau heiratet. Ich habe 12 Kinder, die von Gott gesegnet sind. Der eine übersetzt mich hier. Und auch die anderen, die hier sitzen. Tam Brat Philipp sitzt und Brat Paul sitzt zu pult und Anika und so weiter. Sie sind alle in der Gemeinde. K сожалению, meine Frau heute nicht sein konnte. Ich bin froh, dass sie heute auch hier gewesen wären. Ich bin froh, dass sie auch hier gewesen wären. Ich bin froh, dass ich wirklich glücklich bin. Ich möchte euch sagen, ich stehe vor Gott und sage das. Ich kann mir und will mir auch nicht jemanden anderen vorstellen. Gott hat mich gesegnet. Und diesen Segen kann ich jedem von euch wünschen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Irina irgendwann mal einen Streit gehabt hatte. Und auch die Kinder sind hier. Ich sage es vor den Kindern auch. Ich wünsche das euch, Geschwister. Das ist uns gut. Das ist uns angenehm. Das letzte noch, und dann werden wir beten. Es ist schon fünf vor. Brathe und Säste. Brüder und Schwestern. Wenn irgendjemand in seinem Leben diese Prozesse durchgemacht hat. Und er hat trotzdem ein Nein bekommen. Ich möchte euch, Brathe und Säste. Ich möchte euch ermuntern. Wenn wir den Willen Gottes wissen wollen, dann wir uns so orientieren. Wir müssen uns zuallererst anhand der Heiligen Schrift haben die höchste Priorität. Was sagt uns das Wort Gottes? Es widerspricht nichts. Wenn wir uns an der Erfahrung in unserem Leben orientieren, der Menschen. Und wir sehen aus der Erfahrung, ja, dass diese Entscheidung, dass alles zum Positiven beiträgt. Wenn du mit einem Menschen beratschlagen wirst, der das Leben schon gelebt hat. Und sie sagen, achte darauf oder achte dort noch. Du sollst du diesen Rat nicht verachten. Postupe, wie du denkst, aber es ist sinnvoll, den Menschen auszuhören, das zu bewerten. Und dann schlussendlich eine eigene Entscheidung zu treffen. Und wenn du das getan hast, und es ist alles gut, so geh weiter. Und wenn du dann zu so einem Punkt kommen wirst, von dem ich schon gesagt habe, du wirst in so eine Situation kommen, die nicht von dir selber abhängt. Und du wirst das prüfen, dass du ein Antrag gemacht hast, aber ein Nein bekommen, dann kannst du hier nichts mehr verändern. Falls du es noch mal probierst. Das ist keine Straftat, aber du hast kein Recht, einen Anspruch darauf zu erheben. Wenn du nichts verändern kannst, so sollst du nicht nicht enttäuschst werden. Du sollst nicht enttäuschst werden. Das heißt, dass Gott für dich einen anderen Plan hat. Weil du dafür gebetet hast. Wir haben heute schon gehört, Römer 8, Vers 28. Die, die Gott lieben und berufen sind nach seiner Auserwählung, denen dient alles zum Guten. Möchtet, Gott für dich segnet. Es gibt so ein Hochzeitslied, dass Gott für jeden Adam eine Eva hat. Ja, und für dich, Adam, eine Eva hat. Und auch für dich, Adam, gibt es eine Eva. Puß dir Gott glasen. Für die, die, die einen positiven Antwort bekommen haben, ich sage dir, Brüder und Schwestern, das betrifft jetzt beide. Nichts. 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 Es wird sinnvoller sein, wenn du, echter einen Partner suchst, und du rechnest damit, dass er wenigstens ein bisschen schlechter sein wird als du. Es wird nicht sinnvoll sein, dass du dir einen Partner suchen wirst, der wenigstens ein bisschen besser ist als du. Du sollst daran denken. Und ich sage ungefähr 30%. Setze deine eigene Skala herab. Deine Vorstellungen. Du sollst wissen, dass du heiratest mit einem Menschen. Und auf dir ganz besonders macht, liegt deine Verantwortung, mindestens auf einem halben Schritt geistlicher zu sein, mindestens auf einem halben Schritt geistlicher zu sein, mindestens auf einem halben Schritt vernünftiger, auch mehr Geduld zu haben, mehr zu lieben. Stell dich darauf ein, dass du investieren musst. Stell dich darauf ein, dass du exportieren musst und nicht importieren. Ich spreche jetzt über zwei. Und wenn beide so eingestellt sein werden, jeder wird darauf bedacht sein, um abzugeben, um zu exportieren, so werden beide auch einen Import haben. und beide werden bekommen. Und beide werden versuchen, ein Segen zu sein für einander. Und jeder wird versuchen, besser sein als der andere. Und damit, wie wir es in der ersten Predigt schon gehört haben, werden wir die Menschen glücklich machen. Weil das Wort Gottes auch sagt, es ist besser zu geben, wie zu nehmen. Wreselte Zeit ist abgelaufen. Ich möchte, brüder und schwestern, dass wir dafür beten. Puß Gott uns in diesem gebeten. Und ich sage das ganz ehrlich, ich möchte, dass Gott euch mindestens so segnet wie mich. Wenn mein Leben sich noch mal wiederholt hat, und ich noch einmal die Entscheidung meines Lebenspartners auswählen soll, alles, was wir auch durchgelebt haben in unserem Leben, Brüder und Schwestern, ich würde meiner Irina noch mal einen Antrag machen. Und ich denke, dass Gott uns noch mal gesegnet hat. Aber das Leben wird uns noch einmal gegeben. Und in der Auswählung des Partnern, ich habe letzte Woche gesagt, wir können damit nicht umgehen, wie mit einem Auto oder einem Haus. gekauft hat, was wir uns eine Zeit lang gesegnet, wir haben uns daran gewöhnt, wir haben etwas besser gefunden, wir haben etwas besser gefunden, wir verkauft haben, und dann noch etwas gekauft. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes spricht uns nicht darüber, aber die Bibel segnet die Tröhe die Tröhe in einem, also beidseitige Tröhe von Mann und Frau. Und davon werden auch gesegnete Kinder. Amen. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я хочу оставить след, пусть незаметны с виду, но чтоб о нем на склоне лет, не вспоминать с обидой. И я хочу оставить след, пусть незаметны с виду, но чтоб о нем на склоне лет, не вспоминать с обидой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok